добрый вечер мы на этой неделе заканчиваем книгу шмот у нас есть главы эти главы в принципе описывают нам то что сделали с построением мешка на что сделать про мешка на что принесли муше что показали одежды коинов и так далее в принципе собирают все это для приготовления к служению и в конце книги шмот шхена спускается и очень интересно что сама глава вайкель описывает построение мешка на и там кроме всего это вот описание построение так далее есть очень интересный момент там очень сильно подчеркивается участие народа израиля в этом строительстве скажем так это повторяется одно за другим это 35 главе 36 могу надо читать даже куски где так активно подчеркивается например соберите у себя прошение господь всякий добросердный пусть принесет его это приношение господу золото и серебро имеет участие активное всех или дальше и всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделать все что повелел господь то есть нового участия очень активно и всех кого может или дальше и приходили мужья с женами всех кто раз по кого распоголагало сердце приносили кольца и серги и перси и подвески всякие золотые вещи которые каждый кто подносил приношение золото господу или следующий каждый у кого нашлось синеты и багрянец и червенец и вино и витсон и козьи и шерсти и кожа баран красной кожи тахашевые приносили то есть есть очень очень активное участие еврейского народа в строительстве храма издается вопрос то есть дату важный вопрос фундаментальный почему почему это так сильно сильно подчеркивается то есть да почему народ израиля получает настолько важное такого очень центральный центральное место в строительстве хмешкана по-настоящему есть несколько ответов на этот вопрос и мы я хочу привести три три ответа когда первые два они больше связаны с историческим моментом то есть до головы вайка эль когда происходит с точки зрения вторы и с точки зрения народа израиля где он находится а если более быть точным сразу после греха золотого тельца все это описание происходит после греха золотого тельца и не зря там есть начнем с первого то есть да самая скажем так центральная или там скажем так базисно ключевое слово в первом ответе это муравуд участие давайте объясню после греха золотого тельца произошел следующий вопрос то есть отношения между всевышним и народом израиля нарушились мягко сказано то есть да всевышний то есть хотел уничтожить убрал свою шхину мошер обейну вытащил ко всевышний упросить прощение он ему что говорит зачем скажет египет или вспомни заслуги отцов и так далее так далее то есть в принципе речь идет о прощение за само действие плохое но это никак не исправляет разрушенное отношение между всевышним народом израиля например то есть да если взять то есть пару которая поссорилась то есть да можно то есть там искупить там закрыть это вещи которые плохое действие но если нету совместной работы то отношения не строятся то есть нужно как совместная работа вот для этого это и приходит то есть да по-настоящему мошер обейну мог создать мешкан сам он мог делать все сам собрать все сам и так далее и тора написала по то же самое что так написал в яс моше и тколя шеф цива гашем то есть дел мошер как вкад постановил всевышний она так и так же написала произошло бы то же самое но что да тогда бы осталось народ бы так и остался бы плохих а то есть в разрушенных отношениях со всевышним таким образом то что весь народ делает действие строит делает дает для построения мешкан и так далее в принципе это возвращение из строительства назад вместе отношение между всевышним и народом израиля что очень важно то есть в принципе получается тора повторяет здесь наших главах то есть вот эти все аспекты строения мешкана по надежды коинов так далее и его очень сильно акцентируясь на том что это делает народ израиля для того чтобы показать желание народа исправить то что он сломал это первый ответ ответ 2 2 ответ в принципе идет в ту же сторону связано с грехом золотого тельца но здесь немножко другая задача здесь во втором ответе будет у народа израиля была огромная пассивность сейчас объясню то дарование торы включая дарование торы народ израиля вообще не участвует в процессе их избавления даже чуть-чуть ничего при выходе земли израиля не в принятии в непринятие торы не в подготовка к уходу земли израиля ничего и это повторяется постоянно постоянно и постоянно всевышний выводит их из египта то есть да как это сказано допустим в агаде по эсхальной которую скоро будем читать я прошел в земле египетской в эту ночь то есть я не ангел поразил все каждого первой земли египетской я и не сараф то есть да не серафим и всех богов египта то есть я сделаю суд суд я они то есть я и он и не посланник они ашем они уловаха я господь и я не по-другому то есть в принципе это что происходит также нам всевышний воюет за нас с египтом как сказано то есть будет всевышний то есть воевать за вас а вы будете сидеть тихо это то что происходит на море потом мошэ рабэйну спускает тору сказано вьер вашем эль гарсина эль роша гарва и края эль мошэ эль роша гарва я эль мошэ то есть спустился всевышний на гору на вошину горы и призвал мошэ и произошел мошэ на гору а дальше вьомер илла вашем лэх рэд валит а та вэ гаронэн хавэку ані вамлю я арсу ларо то леканэ и фроцбам то есть да и говорит то есть и ты сказал всевышний ты спустись и поднимись ты и арон и так далее то есть да а то есть и арон и народ этот и койн и так далее не то есть не дай бог чтоб не поднимались то есть да иначе не погибнут и также дальше мы видим вэярэд мошэ эль гаам вьомер иллеем то есть мошэ спускается рассказывает он тору и так далее короче народ израиля пассивен ничего не делал все делается или сам всевышний или мошэ и драбейну то есть вдвоем работа в чем проблема в этом проблема когда нету то есть кто-то ж ничего не делает и все получает на пассивном этом действии то принципе то что происходит народ израиля который был пассивен и он превращается постепенно на скажем так маленького капризного ребенка маленького капризного ребенка который не может ничего сделать без того чтобы его мама то есть не сделала то есть всевышний и мошэ рабейну и также когда все это делает скажем так мама для этого ребенка и и даже когда она стоит то есть мама не присутствует мошэ рабейну ушел то есть и всевышний то есть статус они тору дают то есть он не в состоянии сделать ничего сам вот до того что до конца концов что он дальше не знает что ему нужно делать что принципе привел греху золотого тенца прошу прощения таким образом в тот момент когда мошэ рабейну оставил их они согрешили кстати это так говорит что бейталеви то есть раби барсоловечек его в комментариях на тору выходит в такое вот объяснение то есть в принципе что происходит подчеркивание того что народ израиля берет ответственность начинает действовать в принципе и вот это описание в торе оно пришло чтобы донести эту важность и активного действия которое должно изменить общую ситуацию чтобы народ израиля перестал быть капризным ребенком чтобы народ израиля начал активно действовать что тогда будет кстати принесет во-первых ценность действиям понимание ценности действиям к этому делаешь плюс на научить народ зале научиться навыкам что делать когда мошэ раба его нет и так далее то есть как самому действовать как двигаться и правильно развиваться и что нужно делать причем это скажем так процесс начинается уже даже не в нашей голове в голове трума то есть еще долго за то есть постепенно доза рига золотого тенца сказано да бэрэль бне и срэльвай хули трума меет коль ища шаридавэна любого тихэнуль трума ты то есть да и сковори с народом израиля пусть возьмут мне приношение от каждого человека который то есть его то есть даст от себя возьмите мне приношение мое то бишь в принципе уже тогда есть подначка чтобы каждый человек из народа израиля чего-нибудь дал то есть 10 естественно это раскрывается намного мощнее то есть чуть дальше уже голове титсавэ ватат титсавэд на израиль вайку и леха шэмин за и ты за поведу народом израиля возьмут тебе оливковое масло то есть чистое то есть да для зажигания для того чтобы поднять постоянную свечу то есть и естественно возвращается в нашей голове еще раз зачитаю собери у тебя приношение господу всякий добросовестный пусть принесет его это положение господу золото и серебро иметь то бишь когда народ израиля берет ответственность то есть да и участие служение в храме строить служение храма приношение в участие чтобы вот эта вся штука заработала он исполняет то пассивность которая привела пассивность которая была в их отношениях между священными что привело в конце концов к состоянию греха и теперь они это справляют это второй ответ сейчас перейдем к третьим в ответ который я хочу на нем заостриться он для меня в нашем этом уроке два самых главных то есть два ответа уже сказал перейдем к третьим третий ответ он совершенно и кардинально отличается от первых двух ответов которые я сейчас вам привел на наш вопрос наш вопрос по поводу почему так сильно описывается активно участие народа израиля в строительстве мешкана или того чтобы ответить на этот вопрос дать этот ответ то есть третье мы сначала зададим вопрос который тоже обсудим и увидим интересную вещь и так в начале главы вайкель есть три стиха которые вроде не в тему то есть да что они здесь делают которые вообще в принципе не соответствуют проложению главы эти три стиха звучат так и собрал моше все общество снова израиля и сказал и вот слова которые велел господь исполнил шесть дней можно делать работу в день же седьмой да будет освящение полнейшего покоя господь всякий производящего на работу предан будет смерти не зажигайте огня всех жилища ваших день субботы то бишь эти три стиха что говорят они занимаются вопросом запрета работы в шаббат то бишь они пришли увековечить понятие времени над которым полностью властвует всевышний и человек ему подсоя то есть человек эти стихи идут в полную противоположность продолжению нашей главы где в которой полностью описывает именно действие человека по поводу шаббаты человек не может делать ничего этого этого шаббат то есть вопрос времени и так далее он сидит полностью под властью всевышнего человек никак не может ничего делать человек под властью этой времени этому аспекту в отличие от того что он мешкане пост COVID Интересно, что если мы посмотрим, что уже у нас-то появляется. В предыдущих главах у нас тоже появляется заповедь о Шабате. И перемешку с Мешканом. Но там порядок обратный. То есть здесь у нас сначала открывается с Шабата и переходим к Мешкану. А допустим в главе, то есть начиная с главы Трума, продолжая до середины главы Китиса, у нас идет сначала описание Мешкана, как его нужно делать. И после этого, то есть и действие человека, который должен сделать. То есть там Мешкан, одежда его коинов и так далее. И только после этого посреди главы Китиса появляется божественная заповедь, то есть приказ в Ишамрум на Исраиль это Шабат. То есть и будут соблюдать народ Израиля в Шабат. Теперь, у нас в недельной главе наоборот. Сначала Шабат, а потом действие человека. Почему? Вот этот вопрос когда давайте, он нам будет ключом для того, чтобы понять третий ответ на изначальный вопрос. Почему так часто повторяется действие человека по поводу Мешкана в нашей главе? Дело в том, что, скажем так, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно небольшое введение вести по поводу аспекта Шабата. Что такое Шабат? Начнем с времени. Дело в том, что время это абсолютное понятие. Человек не может повлиять на движение времени. Никак. И он не может никак повлиять ни на годы, которые проходят. У него никакого нет влияния на это. Всевышний установил время как железное правило в этом мире. И человек полностью им подвластен и полностью, то есть ему подчинен, и он не может от него освободиться. Как написано у нас в главе? Каждый, кто будет делать действие, умрет. Что имеется в виду? То есть есть полное, абсолютное постановление царя, что запрещено его нарушать. Почему? Человек обязан подчиняться постановлению царя, иначе он умрет. Что имеется в виду? Это абсолют. Абсолют, который невозможно изменить. Это время. Интересно, что этот абсолют находится также в первой главе книги Берешит, связанной со временем. Там описывается человек, его создание, как одну из, скажем, частностей, еще одну частности, внутри всей системы и всего процесса творения. И все это система и процесса творения разделено на время. И сказано То есть человек, то есть описывается творение человека и так далее. И он является тем? Он является частью временного процесса. Первый день, второй день, третий день и так далее. И в принципе человек был создан в процессе времени. Было утро, было вечер, день шестой. Часть времени, часть творения. Интересно, что дальше дается новая реальность, и там появляется понятие места. Не времени, а место. И это вторая глава книги Берешит. Там описывается, то есть описывается вообще понятие места, это там, где человек живет, то, что ему принадлежит и так далее, и так далее. Это то, над чем человек да власть. Человек, то есть держит какую-то вещь, землю, дом и так далее. И они в его, то есть он хозяин этого, он действительно полный, абсолютный правитель над этим и может с этим делать все, что захочет. Это его. Это его. Это вопрос места. И это так происходит во второй главе книги Берешит. Как сказано, То есть посадил Всевышний сад в Эдене, и там поставил человека, которого создал. Там нет времени. В этой главе не описывается время ни разу. В первой главе книги Берешит описывается время. Во второй главе книги Берешит описывается только место. Ган-Эден. Потом описывается река, которая выходит из Эдена, которая омывает это и разделяется на четыре реки. Пишон и так далее, и так далее. То есть Всевышний дает человеку мир для того, чтобы человек им управлял. И там он смог управлять и исполнять желания Всевышнего. Как сказано уже и Шломо тоже. У царя Шломо, когда он строит храм, так в книге царя описано, Я построил тебе дом. То есть это место обитания твое вечное. То есть человек может построить для Бога дом в этом мире, потому что это в пределах управления и власти человека. И таким образом осветить его ради Всевышнего. О, теперь мы переходим к следующему этапу. Мы знаем, что есть пути, когда человек может осветить и время тоже. И таким образом, если он может его освести, он может его внести, то, что называется, на свою территорию. Что называется, на свое домашнее поле. То есть где он правит, где он играет, где он игрок, то есть активно, а не пассивно. Он может это сделать с временем, осветив время. И это описано по поводу шаббата тоже. Смотрите, с одной стороны, как мы сказали, известно, что шаббат – это абсолютная вещь. Это день, святость которого идет не от того, что освящает тот, а потому что Всевышний заповедовал про шаббат, потому что Всевышний вложил святость в шаббатний день. И мы не можем на это повлиять. Это представление Всевышнего и так далее. Более того, даже в молитве Амеды в шаббат мы говорим не Микадеша шаббат в Исраэль, как в празднике. В празднике мы говорим Микадеш, это Йомга такой-то, и называется в Исраэль. Он освящает, то есть Мема Зикарон и так далее. Он освящает этот день, и народ Израиля. Почему? Потому что народ Израиля от освящения месяца, зависит, когда будет праздник, таким способом, то есть народ Израиля влияет на освящение вот этого дня, что этот день станет праздником. То есть это уже явление, то есть правление человека над временем. Но в шаббатах не работает. Шаббат, нету Микадеша шаббат в Исраэль. Сказано Микадеша шаббат, освящающий шаббат, все. То есть шаббат, она есть святость внутри шаббата, сама по себе. От Всевышнего. Это с одной стороны. С другой стороны, есть также аспект, в котором народ Израиля таки да, приносит и вносит святость в шаббат. Потому что мы обязаны, нам заповеданно. Освящать шаббат, как говорится в 10 изречениях, в Ассортаде Брок. За хорат йома шаббат лекачо. То есть помни день субботы, освящать его. То есть ты делаешь активное действие. То есть ты как бы освящаешь шаббат, то есть влияй на шаббат. Таким образом, в шаббат мы освящаем день. То есть тот день, он святой, но мы его освящаем, как сказано в главе Китеца. Так как мы говорим каждый шаббат. После вечерней молитвы, тот кто говорит, ну с хашки наскоро не говорят по мнению Агра. И естественно в кедушу утром. Вы шабру на Исраиле, это шаббат. Асот шаббат лекачо. Брит улам. Беню. На Исраил. От гиле улам. Кише. И так далее. И соблюдать народ. Сановляя Израиль шаббат, делать шаббат. На веки. То есть постоянным союзом между мной и международом Израиля. Знак он вечный, ибо шесть дней работал. И так далее. То есть да, но, то есть вроде, то есть человек вошел здесь на территорию Всевышнего и тоже вроде появляется, то есть у него есть какое-то определенное влияние на парамент времени связан с субботой. Но вместе с этим несколько стихов до этого в главе Исаа снова появляется абсолютная заповедь Всевышнего. То есть шесть дней работы, здесь делай работу свою, седьмой день шаббат, то есть да, то есть шаббатон, то есть прекратить свой день. Святой он Богу, каждый делающий работу в этот день, то есть день шаббатний, смертью умрёт. Окей. Получается, с одной стороны человека, да, есть управление над шаббатом, а с другой стороны нет. Да, над временем у него вроде какая-то власть, а с другой стороны нет. Теперь, Парашат Китиса, то есть глава Китиса, это прошлая глава, есть, эти два аспекта, они появляются вместе. С одной стороны, время, которое человек не управляет, с другой стороны, освящение человеком, народом Израиля в шаббат. То есть, абсолютный приказ Всевышнего, с одной стороны, и с другой стороны, возможность смешения человека. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы показать модель. Какую модель? Модель, в которой Всевышний, да, даёт человеку возможность управлять временем. Есть модель такая. Несмотря на то, что это абсолют время, которое влияет, человек порабощён ему, но Всевышний даёт возможность, да, влиять на время. Он даёт возможность освещать время. делать то, что, в принципе, вроде бы чистое место Всевышнего. В главе Вайкхель Тора нам пришла подчеркнуть, что есть вещи, которые оторваны от человека. Вот это вот описание три стиха первых, то есть, да, шесть дней моего дела работают и так далее. с одной стороны, оно абсолютно вне управления человека и с другой стороны, то есть, да, есть законы и так далее, которые над человеком, они заставляют человека быть под ними. Также Ртора хочет подчеркнуть вместе с тем, что, то есть, время не было дано человеку, оно не дано, но вместе с тем, напротив этого времени, строительство мешкана, который, то есть, что такое мешкан, это место. А место, как мы объяснили, это то, на чем у человека, да, есть управа, да, есть полная власть. То есть, у человека есть, то есть, как бы мешкан, он символизирует возможность власти человека и возможность освещения. Таким образом, ответ на вопрос, с которого мы начали, почему такое есть активное упоминание, что народ Израиль настолько активно принимал активное участие принимал в строительстве храма, мешкана и все с того, что вокруг и делая все его убранства и так далее, это показать, то что называется, вот это вот полную капитальную разницу, то есть, полное отличие от подчинения человека времени. Поэтому шаббат, которое время, оно не допускает строительство мешкана, храма в шаббат. Потому что это вочина всевышнего время, где человек не правит. В отличие от места, мешкан, в котором человек правит, но он не может вмешаться во время. Вроде бы. И вот это вот, то есть, и из этого действительно, кстати, из этого действительно на Галаху учится, то есть, что вот это вот соединение, с одной стороны запрет шаббата и с другой стороны описание соединения мешкана, показывает, что шаббат не позволяет работать, заниматься мешканом. А тут учатся 39 работ запрещенных шаббат тех, кто делается на мешкан. То есть, вот это вот рядом. Но как это работает? Полное, тотальное разделение показать, что есть аспект времени, в котором человеку нету правления, то есть, правления, и показать, и поэтому активно повторять аспект вместо, там, где у человека есть много активного действия, то, что он может садить. Теперь, это то, то есть, третий ответ. То есть, да, почему это описано. Но вместе с этим мы сказали, что человек, голова китисана, предыдущая голова, приводит, что человек, да, у него есть, то есть, Всевышний дал, скажем так, открыл дверь, где человек может, да, влиять на время. Он может освещать время, несмотря на что-то вне его. Но он может, у него там есть, скажем так, небольшое отверстие, то есть, небольшое отверстие, куда он может зайти, небольшое оконце. Как человек может осветить время? Как он может это сделать? Если он занимается вещами, которые вечны, которые не уничтожаются времени, на которых время не властно. Если он занимается этими вещами, то он освещает время, и он как бы получает власть над временем. Какие эти вещи? Тура! Милосердие и так далее. Вещи, которые уходят в вечность. Вещи, которые человек оставляет после себя навсегда. То есть, в принципе, человек может завоевать и побоработить время, если он ему не подчиняется. Так как, допустим, как вместе с мешканом. Человек не подчиняется мешкану. Он, наоборот, в реместоре подчиняется человеку. Точно так же, когда человек не подчиняется времени, тогда он может им управлять. И он становится над ним. Как это делается? Это, когда человек не смотрит на проходящие минуты, секунды и годы и говоря, ой, я все равно умру, а что этим заниматься, то есть, да, все равно все проходит и так далее, и так далее, и так далее. но если человек направляет свою жизнь на цель, постоянно, то есть, да, то есть, постоянно строит систему, чтобы не быть пассивным внутри времени, а постоянно живет к цели, то есть, да, у него, что нужно что-то делать в этой жизни, то есть, не обращая внимания, я доживу, не доживу, я получу наслаждение тех плодов, того, что я делаю, не получу наслаждение от плодов, которые делаю, я делаю вещи, потому что использовать полностью время, которое у меня есть, делать вещи, которые важны, которые вечны и так далее, делать что-то с моей жизнью, то есть, жить по каким-то целью в жизни, таким образом происходит, что каждая секунда, которую мы делаем, то есть, если мы теряем время не зря, каждая минута, каждая секунда становится под нашей властью, и мы тогда начинаем править сверху временем. Это ту лазейку, которая останавливала на Всевышний, это то, что нам несет наша голова, то есть, если мы берем третий ответ, почему Всевышний нам сильно так показывает, когда мы, то есть, есть вещи, где мы можем активное участие принимать, с другой стороны, время нам не подвластно, то есть, мы там не можем ничего ему приписать, с другой стороны, с третьей стороны, есть небольшое отверстие, то есть, где мы можем освещать время, освещать время, это править время, как можем править время, ставя, то есть, цели, важные, вечные цели в жизни, идя к ним, несмотря на то, что не обращая внимания, что я завтра умру и так далее, и нечего этим заниматься, то есть, как говорится, бренно в этом времени, в этом мире и все и так пройдет. Это то, что оставляет человека стать вечно молодым. Когда у человека цель, когда человек не идет и так далее, и продолжает быть не отчаявшимся, уставшим стариком, который смотрит на все даже уже 40 лет и так далее, то у него остается молодая душа. Остается молодая душа, он живет как будто вечно. Он управляет временем, потом, когда он действительно уйдет из этого мира, то он огоньется назад, он увидит очень многих вещей, но когда он умрет, он умрет с молодой душой. Поэтому у Шара Бэйна, который делал настолько всего, настолько всего много, он ушел в 120 лет, даже у него морщины не появились. Это, то есть, такой вот интересный аспект. Топ. Я думаю, что вот эту вот жемчужину стоит с собой взять как жизненный, скажем так, приоритет, и это очень-очень важно. На этом я заканчиваю сегодняшний урок в понедельной голове. Надеюсь, что вам было интересно. Хорошо. Те, кто слышал запись, все хорошее, запись на этом моменте я выключаю.